Привет, зрители! Наконец-то у меня зашли руки задействовать этого товарища. Это тот самый хитворд, который мне прошел в конкурсе за видеообзор, за участие. Я уже его обозревала, но в действии я его еще не обозревала. Вот эта щеточка, ей можно юзаться, когда плотная ткань, допустим. Но там вообще инструкция по применению есть, вообще ее можно скачать с сайта Китфорд. Как бы ее обратно снять? Снимается она легко. Я долго соображала, потому что никакой инструкции не написано, только что одеть. Я думала, что снимается вот эта штучка как-то, а потом одевается она. Ну, отсюда выходит пар. Воду надо наливать или деминерализованную, или дистиллированную. Я думаю, что та, которая у меня в фильтре, как раз подойдет. Кошка у меня обнагрела и залезает уже на стол. Я сегодня отсутствовала дома 8 часов с лишним, и она, видимо, так свои страдания проявляет. Вот. Вставить и пошел. И сейчас мы сюда зальем водички, а потом уже на другой дислокации я вам покажу его в действии. Вот, наливается вода до ответки максимума. Но я пока еще не наливала, сейчас налю при вас. Правда, он такой темный, что я даже как-то не представляю, как бы тут понять, что там вода есть. Не знаю, как ты, зритель, я ничего не вижу. Дошла она до отметки Макс или нет. Мне кажется, этот момент не проработан у товарищей из Китфорта. Ну, хотя бы прозрачным должно быть, это стеклышко. Ну, уж никак не темное. О, вот оно полилось. Как понять, что тут отметка Макс? Сейчас я это отрюю. В общем, если очень сильно присмотреться, то под каким-то углом можно все-таки заметить, что оно дошло до Макс, когда я из него вылила половину. Вот здесь у нас этот Макс. Сейчас мы прикрутим крышечку. Алиса, не трогай. Вот. Это вот у нас Алиса. Штатив. Так, наверное, надо как-то... Да, вот она. Попадает их в пазы. И все на месте. Вот он. Кошка нагреет. Просто жуть. Придется лимонным соком мазать стол, как говорится в каком-то там уроке для кошек. Сейчас мы с вами перейдем и попробуем отпарить наболочку. Ну, чем наболочка, не это? Не одежда. Одежда для подушечек. И, соответственно, надо отпаривать им, пользоваться только вертикально. Иначе будет проливание воды, оспаривание поверхности и тому подобное. Нет у меня ровной поверхности под рукой. Ну, в смысле, она как бы есть, но камера сейчас у меня не с той стороны. У меня тут есть удлинитель, и на нем я сейчас нажму кнопочку. И у нас должен, да, вот загорится огонек. В течение минутки оно у нас согреется. Слышно, как он зашумел. Семена тулси, но не священного. Я их обозрю в следующее видео. Но вы их пока тут видите. Вообще он как чайничек. Правда, особо в нем много не накипятишь. Я думаю, на чашку-то не хватит. По инструкции на 5 минут хватает примерно. Вот он закипел. Из него пошел пар. Вообще, как бы еще советуется придерживать ткань. И чем плотнее ткань, тем ближе подносить. Ну, соответственно, чтобы был поток воздуха сильный. Одной рукой, конечно, управлять камерой, и вот этой частью, то еще удовольствие. Я сейчас время нажму на выключение. И когда он выключается, он еще какое-то время как бы работает. Включила заново, вот он снова загревается и кипит. Можно вот так вот делать. А можно поближе подойти. Вообще, там в инструкции много чего написано интересного. Вплоть до того, что если вы достали вещь из шкафа, она такая слегка не свеже пахнет, то вместо того, чтобы ее постирать, нужно вот этим паром обработать ее, и будет всем счастье. Плюс пришли вы из обкуренного помещения. И можно также одежду обработать этим паром. Ну и убивая от пар всякую фигню, можно шторы также освежить немножко. Вещи, которые обычно утюгу не поддаются. Ну и сколько у нас тут осталось, а? Я сейчас его вырублю, чтобы он меня не напарил куда не надо. Чуть-чуть-чуть подкипает. Опять же из-за темного стекла плохо совершенно видно, но где-то вот здесь вот сейчас вода. Кажется, я нашла такой ракурс, сейчас снова включу его. Ну да, если вода закончилась, он, короче, открутит, отключится, но и розетки у нас все-таки будут выдернуть. Дать немножко остыть, ну, чтобы он конкретно костыл, и залить заново воды, вот уже и повторить процесс. Не оставлять, соответственно, включенный без воды. Не оставлять его вместе с водой. Ну и еще, если вдруг какие-то супер складки, то можно пройтись по новой. Смотрите. 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 Ну, как теперь вымопали этот поток. Смотрите. Свобу там можно заюзать или еще какую-нибудь дубленку. Вместе с этим отпаривателем. Ваши кошки у меня там страдают играние. Сейчас я его снова выключу Проверить наличие воды На донышке совсем чуть-чуть Не знаю будет ли там видно в камеру Но в общем как раз самое время Чтобы его остудить И заново налить Ну не сказать что супер горячий Ну не ошпаришься Вот здесь вот как бы да Горячая и выше идет уже супер горячая Можно в общем с осторожностью к нему относиться в этом плане Ну я не знаю как ты зритель Мне кажется он мою Совершенно мятую Наволочку вполне себе более-менее отпарил Она по крайней мере Стала не такая Мятая как была С одной стороны В общем вот такая вот штука Это у нас Китфорд У нее где-нибудь там Низу ей дать Ручной отпариватель Китфорд Моделька Т961-2 Вот напомню Она мне пришла в подарок Как бы приз За участие В видеоконкурсе В конкурсе Видеообзоров Сейчас в одном розыгрыше Идет такая же Голубенькая И я ее как бы Подружке своей пообещала Я честно не в курсе Сколько эта штучка стоит Ну думаю не особо дорого Но в принципе она функциональна Можно брать с собой Там в дорогу Что-то отпарить Спасибо за просмотр Ну и пока Не забудь поставить палец кверху